Уходим на Менделеевск, Ижевск, Пермь. М7 покидаем федеральную трассу. Через щелны так точно сложно вспомнить, когда был последний раз РЦ-5, видите, там раньше не было, по-моему. Сейчас зарулим здесь вот в Менделеевске, 12 километров осталось, заедем на Татнефть. Что там, спросим, сколько они говорят у них держит. Будем заливать Танека из топлива. И антигель тоже зальем. Блин, люк показывается у меня неплотно прилегает. Сейчас намерзло там, я открывал, когда тут чай грел, туда-сюда. Блин, слышу, что-то ветер подвывает, где-то что-то лед попал. Надо сейчас там на заправке, надо там все залезть, все попытаться вычистить, чтобы он плотно прикрывался. Потому что свистит, слышно как свистит. Чуть-чуть неплотно прилегает. Привет, красавчик. Ну сейчас там поищу, поищу косточку, найду, дам косточку, дам, хорошая, вернее. Так. Так, друзья. Это не вам набежали, братцы. Сейчас, подождите. Вот видите, какая у нас тут штука есть интересная. Тут по-русски ничего не написано. Что-то, ну, дизель там, туда-сюда. БДЦ, антиполит, антигель. Короче, антигель. Сейчас мы что делаем. Здесь 5 литров. На две полные заправки наши. На выезде в пакете продам домашнее копченое сало. Свины и ребра копченое мясо. Домашний колбас. Ёлый твой. Вот так. Ага. Так, сейчас вот полтора литра в этот бак. 700 литров. И литровый, зальем литровый в тот бак. Ну, чтоб не ошибиться сильно. По паспорту девушка мне так и сказала, как я и слышал. Минус 47. Держит Танека. Держит Танека. Так, этот у нас больше 700. Тот 600, туда 1,5 литра, туда 1 литр. Все-таки мы с вами едем в морозы, поэтому береженого литра. Лучше зальем, хуже от него не будет точно. Итак. И так далее Получается здесь где-то половина Может Сейчас посмотрим сколько войдет Не знаю Сколько мы сюда сожрали Сколько мы проехали Ну литров 500 съела наверное Ну вот получается сейчас Там было как по паспорту 27 Здесь 47 Плюс антигель 50 на 50 В общем думаю литров 30 Минус 30-35 Должна держать А как будет Посмотрим Малость перепутал У меня в этом 700 В том 600 Ну в общем вот льем Танека Сейчас отплю еще Зальем у меня там Я уже поставил Тут я уже залил Короче я получается В тот полтора литра влил И в этот полтора Что-то спутал баки Два литра там оставил Сейчас пока заливается От блю зальем И все Здесь уже все полный Опа И можно ехать Ну поехали Кофейку Прикупил В общем 558 литра влезло Ну нормально Ну считайте половина 50 написал 27-47 Равно сколько 37 Ну и плюс Этот антигель У него по паспорту Якобы 40 Ну по техническим характеристикам В 40 градусов Она будет совсем жидкий Эта солярка На следующем повороте Поверните направо Теперь осталось что? Правильно Нам это дело Испытать Ну надеюсь До такого экстремального Дела у нас не дойдет Как-то Ну не хочется Если честно Там Тридцатник Все Базара нет До 30 градусов Здесь в Сибири На севере Как бы Ну до 35 То есть это еще В принципе Более-менее нормально Ну 30 Это вообще нормально Я считаю Вот уже там Ниже 35 Это уже Слегка становится Экстремально Я молчу там Про 47 50 Там Магадан 60 Там что-то Делу картинку Присылали Там Четыре Якутии Там Ни Якутии Да В Якутии 80 Что ли Там Я считаю Не представляю Что за температура Такая То есть как это 80 Да как Это что-нибудь Может вышить В такой температуре Я так попадал В Сибири Мы когда приехали С 86 На 87 Год У нас Да Там У нас градусник Я не помню То ли 50 То ли 55 Было там Черточка Деление на ней А эта хрень Туда вниз Свинтила Местные сказали У кого там Градусники Помоднее Был Понаряднее Те сказали Что было Меньше Ниже 60 Ну там Да Базара нет Там пока За дровами 20 метров От дома В дровяник Сбегаешь Назад Прибежишь Уже все Как сосулька Извиняюсь За выражение Писать При такой погоде На улице Не рекомендовалось Могло Замерзнуть Вот Так что Я видал Такую хрень Не хочу Больше Если честно Штука Такая Интересная Но Ну и в бане Когда ты домой Заскочил С дровами В печку Закинул И на эту Печку Уселся О Вот это кайф А когда ты сидишь В машине Или еще едешь Я помню Так Мы с Сомска С хлопцем Сваливали За бортом 44 А у нас Коня Это старая Ну еще Третья серия Там Они Ниже 44 Не показывают Вот она 44 Показывают Потом раз Чурточки Ешкин кот Вдвоем Ночь Ну хорошо Вдвоем были Ночь На дворе Обалдеть Едешь И это самое Молишься На эту машину На Тюмень Приехали Переночевали Утром Выходим Машина Не глушим Естественно 29 Ой Можно в трусах Бегать Вот Но это Лирика Да Не хочется Таких морозов Уже Прямо таких Жестких Жестоких Кто его знает Как эта шведка Себя Поперет Вот в такие Морозы 40 мы с ней Уже ловили Это факт Все было в огне Ниже Как-то не хочется Экспериментов Так что Будем Молиться Надеяться Погнали Километра Сколько нам здесь 150 Наверное До Ижевска Скоро в Удмуртию Заедем Скоро у нас Уже Стемнеет Хотя Время Уже Надо сейчас На Удмуртское Переходить За Удмуртию У нас По-моему Плюс час Уже четвертый час Короче Едем Эх Лес Красота Мы уже В Удмуртии Останавливался Нифига не помогает Ну люк Вроде там Льдинки Поснимала Наш Открываешь Отсюда Испарения Идут Вот он Скипает Открываешь Для этого и открываешь Чтобы здесь Не собиралось Это Конденсат Здесь в Капине Все И нифига Плотно не прилегает Короче Переоделся Лазил наверх Ну немножко Сверху Его даванул Ну не даванул А Плотнее Прижал Сейчас посмотрим Разгонимся До 80 А то невозможно Едешь Такое завывание Ну вроде нету Вроде пропало Вроде не слышно Заодно уже эти Фары помыл Потому что сейчас Еще час И будет темно Ну вроде нормально Не слышно Вот Да Плюс один уже В Удмуртии Получается уже Без 15 4 По местному 8 часов Осталось 15 минут Здесь До нового года Алла Скоро Скоро Одинокий магнит Попался Блин В этой машине Должно было Быть Подок Откуда Никак обогнать Не могу О, ничего Еще Навстречу Рыбу Ну а эти То что Они Все время Ползают Не важно Новый год Праздник Магазин Это Пополнять Надо Тем более Перед Новым годом Самые Идут Разбор Разбор Полетов Я имею Ввиду Разбирают Все В этих Магазинах Вот они И Трузятся У них Выходных Проходных Не существует Какой товарищ Работал Это Молоко Лозил Здесь По России Смотрите Тоже Кто-то Кто-то Улетел На маленькой Хорошо Улетел Молоко Лозил Говорит Че 31 Говорит Гружусь В 2 часа С 31 На 1 В 2 часа Ночи Ну что Такое Гружусь Корон Говорит Пофигу Новый год Они Доятся Каждый День 7 Дней В Неделю 12 Месяцев В Году Также И Здесь Что Завтра 1 Января И Все Все Магазины Будут Работать Понятно Что Что Там Сказали Хорошо Так Так А Вот Он Куда То Едет Куда Не Знаю У них Спрашивают Все равно Бесполезно Они Все Без Рации Ездят Нельзя Это у нас Уже Наверное Можга Да Походу Не Тяжелый Обычно Они Как Двадцатку Нагрузят В Горочку И Все У них Маны Слабенькие Там 360 Кому Вот Этих Паровозиков А Здесь Он Лихо В Горочку Уходит Я Практически Догнать Не Можу Наверное Не Тяжелый Товар Везет Может Вообще Пустой Идет Выгрузился Может Куда-то На Загрузку Топчет Потому Что Обычно Они Борочку Если Груженые То Не На Первый Шучу Конечно Но Идут Медлян Не Это Еще Не Можга Можга Еще Рано Ну Уже Район Можгинский Так Что Где-то Здесь Можга Скоро Можга Можга Ну Можга mber Марк Марк К Можга Под 80 идёт даже не 80, а 78. Больше им нельзя. Так, так, он разрешён. А что там? А там у нас встречки. Дорога направо уходит. Нифига не видно за ним. Вот интересно, обгон разрешён. Здесь нельзя разрешать обгон в эту сторону. Уходит дорога сейчас правее. Ни черта не видать. И посмотреть как. Самые нецелепеливые сзади уже пошли. Всё. Вот сейчас как бы более-менее прямую поворот влево будет дороги. Обгон запрещён. Почему? А тут всё равно нифига не видно. Даже то, что и поворот влево. Так, вот разрешили топут. Василий Николаевич. Опа! Побежали. Надо, чтобы там за горочкой никто не показался. Вот никого нет. Газодизельный МАН. Куда же? Ещё сядь. Экологичный газодизельный. Все дела. Просто него можно и глобарик пахнуть. Кто-то ещё что такое? Обогнал и 70 поехал. Это ты меня этим что, помешал что-ли что-то или что? Я тебе вроде не мешал никому ничего. Что там за... Неадекватный товарищ. Зал обогнал. И скорость резко сбросил. Нормальный человек. Вот мажга. Вот она, мажга. Был я тут, грузился как-то. Давненько. Вроде бы фанерой. Вроде бы. Мы на стоянке на этой вот месте с Катей выходили там с Перу-Уральска какого. Обычно всегда вот сюда доходили. И на этой стоянке, ну, отстой-дела, ночевали. Которые бы только что слева проехали. Ещё им болтинников понавешали. Типа под камерами. Зачем? В общем, у нас вечереет. В последний раз в этом году. Рассветёт уже 2021. Круто. Ну, в натуре всё полтинниками идут, позавешивали. Тут как бы вот деревня. У мажга как бы вот тоже частный сектор с правой стороны. Поэтому на этом дети через дорогу бегают. Видно. Здесь вообще сороковник. Где пешеходный? Не был раньше, но видно тут частенько что-то происходить стало. Погнали в Ижевск. У нас там возле бывшего поста небольшая встреча запланирована с Ильёй из Ижевска. Так, на полчасика постоять, поточить плясы. Потом ему нужно домой ехать. Новый год встречать. Ещё один магнит. Вылез так, что подрезан. Не успеваю. Подождать не мог пока проедем. Такой поток машин в зверски просто идёт. Выскочил, что аж пришлось тормозить. Наверное, лишние 10 минут поспал. Сейчас вот мучается, а тут опять за ним. Обходи его. Этот вообще не едет. Тут Хат 78 ехал от 70 дней. Такое 70 мужичный. Не-е-е. Решил подвинуться. Красавчик. С наступающим. Магнит. Скажем спасибо. Наверное, понял, что я слегка недоволен. Его поведением сзади еду. Решил уступить. Но дай бог ему здоровья. Осознал? Ой, посмотрите, какая красота. Куда мы заезжаем. Какие деревья здесь. Как всё выглядит шикарно. Белая. Настоящая зима. И у нас в Сыжевске сплошной поток, смотрите. И от теперь до меня дошло. Ну, здесь ещё сегодня кто-то дорабатывал. Там что-то, кто-то, куда-то, что-то. И сейчас утреем полпятого. Кто на родину, кто куда, по деревням. В Сыжевске летят. На Новый год. Отмечать. Поэтому есть только машин. Какая красота по сторонам. Жалко, что уже такие довольно-таки глубокие сумерки. Бог бы цель, в общем, там, песни. Сейчас туда дальше тоже поедем по таким красивым местам. Туда на Машку. Не в Машку. На Игру. Я пойду традиционно. Как я всегда езжу через Игру на Пермь. Не пойду я на Воткинск. Не знаю, почему. Не лежит у меня душатой дорогой ехать. И всё. Раньше всю жизнь по дороге ездил. Теперь нет. Пойду через Игру. Магнит-то фигня. Хомяк на аварийках. Вот это зверь. Колейка уже сдаела. Боги за собой собрал. И обойти никак не получается. Сейчас уйдём, может, на объездную Ижевскую. Может, он в Ижевск пойдёт. Короче, мы уже определились, куда мы поедем. Где-то отсюда примерно километров 300 мне ещё. Это стоянки. Ну, туда, да, в район Перми. Как, в общем-то, и планировали. Нормально. Час по времени получается по Москве 4. 16 часов. 300 километров это 4 часа. 4,5. Грубо 5. Ну, и тут ещё час на паузу. Самая топ. Как раз приедем. По Пермскому как раз к Новому году. Может, успеем открыться. В начале. Нет, так подождём. Ну, уже в Новом году припаркуемся. И это. Потом. С домом встретим. И чувствуем выполненного долга. Спокойно ляжем спать. Входим на объездную. Пермск. Снижение грузового транспорта. Запрещено. Берём правее. И пойдём. Да, ну куда поедет. Какая-то вот. Эмящее, пыхтящее. Вот он вот так. Он вообще по центру стал, чтобы никто не поехал. Ни прямо, ни направо. Красавец. И ты на Пермь. Курый диско. Нет, ты на Водкинске. Давай, езжай. Замучил всех. Погнали вы. Все, видите, вот как на Ежевс дорога пошла. Все движение там. Здесь никого нет. Вот этот Гордон, так сказать, тяночестве. И сразу дорога такая. Похуже. Я сейчас только что гуглил. Если идти через Ижевск, через Водкинск, на Пермь или куда я поеду через Игру, разница 40 километров. Да 40 километров у меня длиннее. Ну не знаю почему. Мне тут больше нравится и всё. Ну, в общем, время 5, но здесь уже 6 в Перми 7. Вот нам до стоянки 258 километров осталось. Короче, идет износ у нас колодок. Вот сейчас за 200 километров у нас получается, вот видите, уже 29 процентов. То есть 2 процента сошло. Вот такое ощущение, что тормозит одним колесом тягач. Вот, блин. Короче, наверное, скорее всего, всё-таки там направляющие закисли. И на одной колодке тормозит или что там. Ну, в общем, что происходит, конечно. На доброток было бы неплохо заехать на коем-шиномонтаж, колеса снять. И посмотреть, что там делается. Где ты сейчас какой-шиномонтаж найдешь? Посмотрим. Будем завтра, если что, заниматься. А сейчас мы ждем Илью. Вот, наверное, он приехал. Просил его не снимать, поэтому... Поэтому отключаюсь. Погодка какая-то, природа какая, братцы, а! Тишина! Тишина! Минус 10! Вообще сказка! Зима такая, снег! Мы стоим чумазые, смотрите какие! Бывший пост ДПС. Все мы с Илюхой пообщались. Притаранил подарков. Блин! Спасибо, дружище! Все. Поехал домой. Новый год праздновать. Уже скоро. 5,5 часов осталось у него. Ну, а нам еще 250 сегодня. Надо пробежать. И тоже станем праздновать. Отказывается сниматься? Не знаю. Не хочет. Подарки тоже. Вот. Человек попросил, значит не будет. Зашифрованный контрагент какой-то. Давай, Илья, спасибо за подарки. За встречу. Рад был видеть. Какие мочумазенькие, да? Совсем. Ой, мальчик хотел цвет Бордо. Здесь уже далеко не Бордо. Все, зимно. Видите, еще коллега работает. Не одни мы трусимся. Поехали. Ну, посмотрим, как провинциальный Удмуртский городок отмечает. Еще, видите, куча машин у магазина. Судот закупается. Е-мое. Третья полночца до Нового года осталось. Пол седьмого. По восьмого. Что-то четыре с половиной ватт. Деньцы кудрают. Пусти его в скорость. Ну, почему нет? Прогодка вообще шепчет. Просто классика. Классика зимы. Минус десять мороз. Тихо. Якшур. Якшур. Как тут? Правильно. Еще возле магазина в машинке тусуются. Докупают последние. Кто чего не успел. Надо того, сего там. Майны языка забыл там. Горошек. Горошек уже должен быть на струбан. В этом. В тазике-то. И даже заправлен. Что интересно. Так вот. Мы едем по Москве в пол седьмого. Уже. Удмург. Ой, в Удмурте. Господи. Бурятия. Там. Забайкаль. Уже давно. В новом году люди. Кайфуют. Уже в двадцать первом. Мы еще в двадцатом. Интересно. Тоже так сделано, да? Мы уже встретим. Еще кто-то будет в Европу. Еще через два часа только по Москве. Войдет в двадцать первой. Ну, мы едем, едем. Как раз получается, вот перед самым Новым Годом, если все нормально, по пермитскому времени мы станем постоянным. Ну, и отлично. Станем встретим по местному. Вот Ягшу. А там был что-нибудь Ягшу? Неважно. Вот игру проходим по объездной. Ну, типа. Не знаю. Вот едем тут, думаем. Вот сейчас как раз на светофоре здесь стоял на объездной в горочку. Педаль отпустил. Она назад катится. Диск не греется. Если так вот взять, да, получается, у меня за пять... За четыреста километров уменьшилось на пять процентов. Вот если взять с Казани, вот до... До Ижевска. Когда перед этим 320 тысяч и пятьдесят процентов износа. То есть масштаб чувствуется, правда? Что вот такое ощущение какое-то вот складывается, что это какой-то глюк в компьютере. Вот почему-то. Может быть, у нас там что-то вот на скане Ногинского электрики ковырялись. И как раз получилось, вот считайте, от сканей до... До... До чего? До Казани. Ну, примерно, грубо берем, два-три процента уходят на 200 километров. Вот и считайте, как раз до Казани, от сканей Ногинск. Вот эти вот проценты и вышли от 50. Ушли. Ну, что-то вот у меня такое какое-то вот ощущение, что-то там какой-то глюк в электрике. Но это единственное, что можно сделать. Это нужно снять два колеса, и все сразу же мы увидим. Но завтра 1 января. И я очень сильно сомневаюсь, что завтра какой-то шиномонтаж где-то будет работать. Ну, может быть, почему нет. Какие-нибудь крупные и будут не с самого утра, но часов с 12 там. Будем ехать, смотреть, если где-то что-то увидим. Остановлюсь. Заплачу денег, скажу, снимите с парку. Посмотрим. Просто надо все увидеть визуально. Как только их снимут, и сразу визуально увидишь толщину всех колодок, и все будет, все станет на свои места. Но это уже будет завтра. Сегодня нам... Ну, нам еще сегодня 180 километров. Это я вот только-только и игру прошел. Но уже слегка похолодало. Минус 12 уже. Хотя вон сверху что-то вроде как... Типа снег какой-то сыпется. Не знаю. Ну так, дорога нормальная. Едем. Уже скоро Пермский край начнется. Изначально была мысля вот здесь пришвартоваться. Это тут вот большие сосновы, тут перекресток. Вот если через Водкинский Тит, то получается вот оттуда вылазишь. Тут мы сейчас налево повернем, на Пермь. А Водкинск прямо. И здесь вот с левой стороны такая довольно-таки большая стоянка. Что тут? Даже вот немножко и грузовиков стоит. Но здесь проблема с мегавонью. А у меня ж мегавонь и на телефоне, и на роутере. Нужна связь. Интернет. А здесь с мегавонью беда. Поэтому мы едем дальше. Нам еще 86 километров. Ну, там вроде как с мегавонью все хорошо. А так, вон там эти сосновый. Вдалеке. Тут сейчас кольцо будет, пост. Рабочие, не рабочие, не знаю. Но полицай тут периодически постоянно пучкуются. Время сейчас уже... Это уже Пермьский край. Время у нас уже пол 11. В общем, у меня где-то люк неплотно прилег, прилегает. И все, я останавливался, чистил что-то там, пытался идти. Короче, чуть-чуть так слышно, как ветер подвывает. Неприятно. Не знаю, может завтра еще раз попробую там все вычистить. Ну, наверное, ничего не получится, скорее всего. Пока только теперь до тепла не доберемся. Готовьтесь через 800 метров двигаться прямо. Не, ну на посту я так предполагаю, что в данный момент-то быть никого не должно. Вот этот местный чувак тоже так думает. Пацан, обгон запрещен, несется. Он даже не думает, он знает. Он, видно, с этих соснов. Сейчас направо, если поедет. А, ну так, понятно, он местный. С кафайки выехал. Вот, пост. В общем, у нас получается аккурат к Новому году мы приезжаем на стоянку. Нормально, что, бутерброды с икрой сделаем, встретим здесь. А потом уже по-московскому подготовимся более основательно. Хотя, не я шучу. По-московскому мы только встретим. И все, и отбой нам завтра работать. Короче, ладно. Посмотрим еще, 83 километра ехать. Вот и подходит, братцы, к завершению. Ну, уже у многих завершился. Тут понятно, когда вы будете смотреть. Уже давно он завершился. Но на данный момент до Нового года осталось 23 минуты. И вот его встречать мы будем вот здесь. Что у нас здесь? Я не знаю, что у нас здесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Стоять зорька. А, здесь только прямо показано. Где тут заезд? Вот заезд. Нормально. Там хоть места-то есть. Там мест нету. Вот тебя и встретили. Там нету места на этой стоянке. Может, там дальше стоянка есть? Я проехал совсем недавно была стоянка. Может быть, здесь вот на кольце он, я смотрю, там что-то свесится. Смотрите, она вся забитая. Вот так вот мы и приехали. Нет, тут заправка. Я сейчас развернусь. Здесь буквально назад километров пять есть стоянка. Так что я туда еще успею. Километров пять, может, семь. Тут есть стоянка. Я туда успеваю. Потому что это, видите, она занята. Вот так вот. А так там с левой стороны, там есть, я стоял на ней. Там даже стоит у входа, у въезда там какая-то тренога. Чтобы даже не пробовали заезжать. Но я даже с дороги увидел, что мест нет. Ну вот. Мы должны успеть еще. Вот вам и кедровый дом. Ну тут на дороге я стоять, конечно, не хочу. На заправке вот тут как. Но там мест нет. Все забито. Полетели сейчас там с левой стороны и будет. Недалеко отсюда. Если я не ошибаюсь, это здесь. Кстати, здесь увидится даже шиномонтаж есть. А, нет, нет, не здесь. Тут тоже вот какая-то стоянка справа, старая. Пару машин. Мне такая не нравится. Это Газпром. Что тут на Газпроме? Не, ну вот так я тоже стоял тут как-то не очень. Едем дальше. Значит, еще там дальше стоял. Я, значит, ее переехал. Да. Да, ну, вот осталось 17 минут. Немножко получилось по-другому. Километров 10, наверное. В общем, до нового года 6 минут. Я не вру, вон, видите. Без пяти, без шести, вернее. Без шести, ой, чуть не упали. Без шести, 11. Так, а как мне стать? А что я так буду тут круги нарезать? Давайте я вот здесь вот так прямо. Так, сейчас тут развернусь. И здесь же вот и стану. Ну, вот рядом с коллегами. Уж, наверное, даже бутерброды не успею сделать. Успею достать только Оливье. Честное слово. Да, вот так вот сейчас мы с коллегами и припаркуемся аккуратненько. Ну, сразу все так вот, все четко, да? Аккурат, пять минут до нового года осталось. Круто. Все. Закрываемся. Россия. Гасим свет. Срочно за Оливье. Что, братцы, встречаем Новый год? Что тут у нас? Ой. Ставить. Нет, накладки сейчас остались на месте. 29% как и было. Ну что, с Новым годом, друзья. Всех вас с Новым годом, с новым счастьем. Ну, еще раз. Вы-то уже давно в Новом году. Я только в него зашел. Ну, фишка в том, что мы сейчас поедем дальше. Здесь вообще нет интернета. От слова совсем. И пришел какой-то тут борзый чувачок. А я зашторился тут, думаю, сейчас сразу. Как бы быстренько. Он пришел такой. Что такое? Торопишься куда-то или что? Устал сильно. Я говорю, слышь, родимый, иди откуда пришел. Я сейчас отсюда уеду. Так что поеду я дальше. У меня еще время рабочее есть. Минут 40 где-то у меня осталось. Поэтому поеду я другую стоянку поищу. Зря даже возвращался. С таким борзым. У меня даже никакого желания здесь нет. В общем, с Новым годом. С новым счастьем. Всех благ. Я поехал стоянку искать. Все мои шторки. Убираем их обратно. Интернета я не вру. Вот если взять, видите, она совсем ничего не показывает. Поэтому вообще не тянет. Не знаю, видно вам, не видно. Но вон впереди все салюты. О! Кстати, да тут должен рвануть, не, а? Краснокамск или как этот город? А, Краснокамск, да. Празднует. Короче, зря 20 километров только намотал назад и поехал с этим интернетом. Так-то я бы встал да спал, но как бы интернет надо. Поэтому едем искать дальше его. На ближайший паркинг. Главное, чтобы он там был. И часто езжу. Перепутал. Вот на этой стоянке я когда-то ночевал. Как-то раз. И все, здесь у меня еще 4G тянет. То есть, если бы я знал, я бы там на кольце не разворачивался назад, бы куда сюда не крутился. И, если бы помнил, вернее, и долетел бы на нее. Так что мы бы тогда еще и Новый год встретили бы. как положено, с трюка чая. Ну, а так. Где тут заезд на нее, интересно. Я уже, может, проехал, нет? Вокруг мы бы заезжать, что-то я не понимаю. Ну, да. Хотя нет. Может, это и не эта стоянка. Я не заезжал так вокруг. Короче, не важно. Все. Тут уже точно места есть. Интернет тоже есть. Становимся. И будем праздновать. Время пол первого. Может, просто у них въезд сейчас с другой стороны сделает? Наверное, просто въезд с другой стороны. Через 50 метров поверните налево. Затем на следующем повороте... Ну, и где нам тут швартануться? Изменения машины. Сейчас найдем. Не помните разворот там. Где это возможно? Все, братцы. Еще раз с Новым Годом. Всех удачи, всех благ. В Новом Году мы паркуемся. И на этом все. Ну, паркуемся уже. Где это разворот там? Где это разворот там? Где это разворот там? Получается в... Уже в 2021. Круто. 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 syst啦. Круто. Круто. Сõда.